Отлично. Итак, я хочу начать с маленького обзора исторического, чем мы обладали в конце 90-х годов и чем мы обладаем сейчас. Долгое время стандартом лечения метастатического рака мочевого пузыря и стандартом неодевантной терапии у больных перед цистектомией была платина, содержащая терапия. Два основных режима, которые были разработаны в 80-е годы, это режим МВАК и в 2000-е годы режим ГИМЗАР с платиной были основой лечения метастатического рака мочевого пузыря. Также изучались токсаны в Соединенных Штатах, это был доцитоксал, в Европе это паклитоксал, как в комбинации, так и в монотерапии. Оба токсана показали свою эффективность у пациентов метастатическим раком мочевого пузыря и эти препараты применяются во второй линии терапии. У пациентов, которые не подходят для терапии цисплатином, это пациенты со снежной почечной функцией, пациенты с выраженной сердечной недостаточностью, пациенты с серьезными нарушениями слуха, у которых применение цисплатина невозможно. Стандартное лечение этих больных было применение карбоплотина в сочетании с гемцитабином. Но за последнее время произошли существенные изменения в стандартах, они происходят буквально каждый день. И на сегодняшний день метастатический рак является одной из самых интересных локализаций в отношении проведения клинических исследований. До 40 исследований первой, третьей фазы или уже идут, или запланированы, многие из них уже закончены. Какие же основные новые мишени изучаются на сегодняшний день, помимо стандартной цитотоксической химиотерапии, которая была? Это изучение, конечно же, хорошо вам известных контрольных точек иммунного ответа, как мы говорим, чекпоинтов. Это изучение различных рецепторов. Сегодняшняя сессия открывалась после обеденной с персонализированного подхода. Так вот, и при раке мочевого пузыря мы пытаемся выделить те рецепторы, которые помогут нам прогнозировать ответ на тот или иной препарат. И что за группу рецепторов представляют эти рецепторы? При раке мочевого пузыря это фактор роста фибробластов и хорошо известный нам рецептор эпидермального фактора роста, который при раке молочной железы широко применяются. К сожалению, экспрессия этих рецепторов наблюдается далеко не у всех пациентов. Например, частота экспрессии фактора роста фибробластов не более 12%, но если мы посмотрим на частоту объективных ответов у тех больных, у кого есть эта экспрессия, то частота объективных ответов, видите, довольно высока, составляет 35%. Фактор эпидермальный фактор роста. Во второй линии терапии при прогрессировании после проведения цисплатин-совежащей терапии также показал свою эффективность, частота объективных ответов чуть меньше. Тем не менее, у пациентов, у которых есть повышенная экспрессия, опухоль экспрессирует эпидермальный фактор роста, возможно, скоро и эти препараты появятся в нашем распоряжении. Ну и целая палитра ингибиторов-чекпоинтов – это отезлизумаб, дурволюмаб, авилюмаб, неволюмаб, пембролизумаб. Пять препаратов уже на сегодняшний день зарегистрированы в Соединённых Штатах Америки. Мы немножко отстаём, и Европа тоже немножко отстаёт, тем не менее, вот эти пять препаратов, которые относятся к группе или PD-1 ингибиторов, или ингибиторов Леганда к рецептору программируемой смерти, PD-L1 ингибиторы, уже зарегистрированы. Но препараты, нацеленные на эти мишени, к сожалению, в нашу клиническую практику, несмотря на то, что они уже зарегистрированы, многие пока не вошли. Почему? Большинство из этих препаратов было зарегистрировано на основании результата второй фазы исследования, за исключением пока только одного препарата. Например, препарат неволюмаб показал прекрасный ответ как у PD-Л положительных, так и отрицательных пациентов во второй линии терапии после цисплатин, содержащей терапии, как и отезлизумаб во второй фазе исследования. Вторая фаза – нерандомизированные исследования, куда включались пациенты распространённым метастатическим раком, прогрессирующиеся, по крайней мере, после одной линии цисплатин, содержащей терапией. Пациенты получали неволюмаб в дозе 3 мг на килограмм один раз в две недели. И мы видим, что лучший ответ был у пациентов, у которых определялась в опухоли экспрессия PD-Л1 больше 1%, однако и пациенты без этой экспрессии также неплохо отвечали на лечение. Тем не менее, это была вторая фаза клинических исследований. А что мы видим в третьей фазе? В третьей фазе исследовалось на сегодняшний день два препарата. Первый препарат – отезлизумаб. И совсем недавно, 9 мая, вышло вот это грустное письмо компании РОЖ, где константировался факт, что отезлизумаб не показал преимуществ надхимиотерапии во второй линии. В третьей фазе рандомизированного исследования у больных метастатическим раком мочевого пузыря, раньше получавшим препараты цисплатина. А отезлизумаб сравнивался со стандартной линией химиотерапии, которая включает винфлунин, как единственный препарат, показавший свою эффективность во второй линии терапии, доцитоксел или паклитоксел в зависимости Европы или Америки, потому что в Америке применяется доцитоксел, в Европе паклитоксел, и у нас тоже паклитоксел в основном. Единственное исследование третьей фазы – это исследование с пембролизумабом, которое действительно показало достоверное увеличение общей выживаемости по сравнению со стандартной химиотерапией во второй линии, и пембролизумаб зарегистрирован по этим показаниям. Что будет с другими препаратами, мы не знаем, и несмотря на хорошие результаты второй линии терапии, нам остается только ждать. На сегодняшний день мы отмечаем большое ограничение иммунологических подходов, связанное, во-первых, с неопределенностью выбора кандидатов для лечения. Есть данные, говорящие о том, что пациенты лучше отвечают на лечение, если в опухоли у них или в опухоли-инфильтрирующих лимфоцитах высоко экспрессируется рецептор ПД или определяется большое количество антител к этому рецептору. Другие исследования говорят совершенно обратное. Также мы знаем, что до 50% больных вообще являются ПДЛ-негативными. Также существуют противоречия по поводу опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов, связанное повышенное содержание опухоли-инфильтрирующих лимфоцитов с хорошим ответом или связанное с лучшим прогнозом, является ли это предикторным или прогностическим маркером. На сегодняшний день у нас пока больше вопросов, чем ответов. И поэтому я думаю, что это не только в России, но и в Европе. На сегодняшний день, несмотря на все те новые препараты, которые зарегистрированы, стандартом лечения второй линии, если вы посмотрите, после платино-содержащей терапии на сегодняшний день остается химиотерапия, цитотоксическая химиотерапия второй линии, а именно венфлунин, как препарат, единственный препарат, который в третьей фазе рандомизированное исследование показал свою эффективность, так и токсаны, дотстоксел и паклитоксел. Венфлунин – относительно недавно разработанный препарат компании «Пьерфабр», как и другие венонкалоиды препарат влияет на морфологию микротрубочек и препятствует делению опухолевой клетки за счет индукции аномальных микротрубочек в клетках опухоли. Уже в исследованиях второй фазы у пациентов, которые ранее получали цитотоксическую химиотерапию на основе цисплотина, препарат показал свою высокую эффективность с хорошей частотой объективных ответов, вы видите, частот объективных ответов 17%, 14% – это вторая линия терапии, для второй линии терапии это очень хорошо, и общий ответ 66-56%. На основании этих данных была индуцирована третья фаза клинического исследования, сравнивающая винфлунин с наилучшей поддерживающей терапией. В исследование входили довольно тяжелые пациенты, которые получали перед этим химиотерапию на основе препаратов платины, причем частота министатического поражения, видите, была очень высокая, более 40% больных имели поражение более трех органов. Обращаю внимание, что исходный клиренс креатинина менее 60%, то есть пациенты явно не подходящие для химиотерапии, основанной на препаратах платины. У этих больных исходный клиренс 46%, что значительно ниже стандартов, когда мы используем платино-содержащую терапию. Первый анализ был проведен через 1 год и 8 месяцев, а то, извините, 1,8 года, и мы видим, что медиана общего ответа была достоверна на 2 месяца больше в группе больных, которые получали на фоне прогрессии венфлунин по сравнению с теми, кто получал лучшую поддерживающую терапию. При более отдаленных результатах преимущество достоверно сохранялось, и пациенты, которые получали венфлунин во второй линии терапии, имели снижение относительного риска смерти от рака мочевого пузыря 28%. И преимущество медиана общей выживаемости, приближающейся к 3 месяцам. На момент оценки результатов в группе больных, которые получали венфлунин, было живо 14 пациентов, и во второй группе только 6 больных. Конечно же, как любой цитотоксический препарат, венфлунин не лишён побочных эффектов. Однако, если мы посмотрим на серьёзные побочные эффекты, гематологическую токсичность в виде фибрильной нейтропении, то её частота не так уж велика – 6%. Частота нейтропении в третьей-четвёртой степени составляет 50%. Какие же факторы прогноза, как нам отбирать больных для терапии венфлунином? Этот анализ был проведён Бельмунтом, который показал, что основные факторы, которые влияют на прогноз – это гемоглобин, уровень гемоглобина меньше или больше 10, наличие метастазов в печень и статус больного по шкале ЭКОК. Пациенты, которые не имели этих факторов риска, медианная выживаемость этих больных была относительно неплохой – 14,2 месяца по сравнению 1,7 месяца у пациентов, которые имели все три фактора риска. Соответственно, конечно же, этой группе больных проведение второй линии химиотерапии на основе венфлунина не показаны и, конечно же, не улучшат их показатели выживаемости. И, напротив, пациенты, которые имели ноль или один фактор, являются как раз кандидатами для терапии венфлунином, так как имеют высокий шанс ответить на это лечение. Венфлунин – препарат, который уже изучается довольно длительно, и в разных странах были проведены различные исследования венфлунина в повседневной практике с достаточным количеством больных, вы видите, Германия, Франция в общей сложности около 400 пациентов, и частота объективных ответов оказалась даже выше, чем в регистрационном исследовании от 23 до 32% частота объективных ответов. Контроль опухолевого процесса составил около 50% практически во всех исследованиях. Мензиана общей выживаемости достигала в Испании 10 месяцев, в других странах чуть меньше, тем не менее, для второй линии химиотерапии у пациентов, которые прогрессируют на фоне циспластин, содержащей терапии, это очень-очень неплохие результаты. Безопасность препарата. Я говорил, что доза лимитирующей является гематологическая токсичность, а именно нейтропения, тяжелые степени, именно фибрильная нейтропения, и мы видим, что частота фибрильной нейтропении в этих исследованиях оказалась на самом деле ниже, чем в регистрационных исследованиях. На сегодняшний день стандартом начала терапии является начальная доза венфлунина 320 мг на квадратный метр для пациентов с хорошим соматическим статусом ЭКОК-0 без предшествующей лучевой терапии на область таза, и для пациентов уже с худшим статусом ЭКОК-1 или которые получали лучевую терапию, для них стандартная начальная доза является 260 мг на квадратный метр. Если пациенты хорошо отвечают на эту дозу без серьезных побочных явлений, то последующие циклы можно проводить в нормальной дозе 320 мг на квадратный метр. Может ли применяться венфлунин у больных с почечной недостаточностью? Да, может. Как я вам показал, медиана клиренса креатинина была 46 мл в минуту у пациента, включенных в регистрационные исследования. То есть и эти больные являются кандидатами для терапии венфлунином. При снижении клиренса креатинина, здесь плохо видно, тем не менее, при снижении менее 60 доза может быть редуцирована до 280, и снижение менее 30 доза может быть уменьшена до 250 мг на квадратный метр. То есть практически у всех пациентов, вне зависимости степени выраженности почечной недостаточности, возможно применение венфлунина. У пожилых пациентов также мы не видим серьёзных различий в частоте побочных эффектов. Необходима небольшая коррекция дозы. У пациентов старше 75 лет стандартом является доза 280 мг, и старше 80 лет 250 мг на квадратный метр. То есть даже у пациентов старше 80 лет возможно применение венфлунина. Как в исследованиях пострегистрационных, так и в регистрационном исследовании было показано, что применение венфлунина сохраняет высокое качество жизни больных и существенно уменьшает симптомы заболевания. Это наше ретроспективное исследование совместное с... Мария, я не помню, сколько центров было в этом исследовании. Мы собрали материал по опыту применения венфлунина в России в 11 центрах. Мы видим, что медиана общей выживаемости в нашем исследовании была несколько ниже, чем в исследованиях европейских. По исследованию повседневной практики, однако, это может быть отчасти связано и с более тяжёлой категорией больных, которые у нас на сегодняшний день встречаются. Так, я пропущу пару слайдов и перейду сразу к перспективам применения венфлунина. Венфлунин зарегистрирован для лечения больных во второй линии терапии, как мы знаем, но тем не менее был проведён ряд исследований, и довольно успешных, с использованием венфлунина в первой линии терапии, которые не подходят для стандартной химиотерапии на основе цисплотина. И вот это хорошо известное исследование второй фазы, джасинт, где венфлунин исследовался в двух комбинациях с гемцитабином и с карбоплотином. Если говорить в целом об исследовании, то обе комбинации показали свою высокую эффективность. Подтверждённый уровень ответа составил 44%, очень высокий ответ. Общая выживаемость 14 месяцев, но частота побочных явлений была достоверно меньше в группе больных, которые получали комбинацию венфлунин-гемцитабин, поэтому именно эта комбинация, а не комбинация венфлунин-карбоплотин, я думаю, будет изучаться дальше. Как мы знаем, часть больных, которые сначала отвечают на первую линию химиотерапии, нуждаются в поддерживающей химиотерапии, потому что если её не проводить, то неизбежно опухолевый процесс начинает прогрессировать. И в Испании было проведено исследование маха. Почему они взяли символом эту картину? Потому что она находится в музее Гоя в Мадриде. Это маха одета, ещё есть маха обнажённая. В исследование включались больные, которые получили от 4 до 6 циклов стандартной химиотерапии в первой линии, цисплатин-гемцитабин. Пациенты, которые ответили на лечение, были рандомизированы на пациентов, которые получали поддерживающую терапию в виде стандартной терапии венфлунином, либо лучшее поддерживающее лечение. И мы видим, что пациенты, которые получали терапию венфлунином, их медианой выживаемости без прогрессирования были достоверно лучше, чем у пациентов, которые получали просто поддерживающую терапию. То же самое справедливо в отношении общей выживаемости. Ещё ряд подобных исследований мы видим, что действительно пациенты, которые получают поддерживающую терапию венфлунином, живут достоверно дольше, чем пациенты, которые её не получают. На сегодняшний день количество исследований по поддерживающей терапии также велико, как количество исследований, которые идут в отношении лечебной терапии. И мы видим, что венфлунин фигурирует и в этом списке исследований, как самостоятельно, так и в сочетании с новыми препаратами. На сегодняшний день венфлунин остаётся стандартом терапии пациентов с распространённым имистатическим уротелиальным раком и чевого пузыря, резистентным к химиотерапии на основе препаратов платины. Эффективность препарата подтверждена в условиях повседневной клинической практики, также в наблюдательных исследованиях. Что очень важно, то, что венфлунин может безопасно применяться у пациентов с почечной недостаточностью, у пациентов пожилого возраста и улучшает качество жизни, уменьшая в основном болевой синдром. За счёт этого улучшается качество жизни больных. Иммунологические подходы, которые на сегодняшний день активно развиваются, требуют дальнейшего изучения и определения их роли в лечении больных метастатическим раком и чевого пузыря. Спасибо. Спасибо. Борисовичу.